Жители села Федькино по-настоящему счастливы. В их дома пришел природный газ. Поздравить сельчан с праздником приехали почетные гости. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, губернатор Алексей Русских, член правления ПАО «Газпром» Владимир Марков и генеральный директор «Газпром» Межигенгаз Сергей Густав. Газ стал доступен. И, конечно, это очень хорошее технологическое топливо и возможность экономить. И самое главное, у вас появится больше времени. А, как мы знаем, за летом и осенью приходит зима. И я вам хочу пожелать, чтобы в ваших домах было тепло, уютно, безопасно. И пусть все будет хорошо. Новые газовые сети, соединившие Федькино и Байдулино, были построены в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ульяновской области на 2021-2025 годы. Масштабность задач подчеркнул в своем выступлении губернатор Алексей Русских. За несколько лет нам предстоит 250 населенных пунктов в области газифицировать. И тогда у нас вот стопроцентная газификация. Программа идет. Огромное спасибо «Газпрому». Вот я полностью присоединяюсь к Андрею Анатольевичу. Огромное спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который дал старт этой программы. Это действительно очень важно. Совершенно другое качество жизни сейчас придет. В том числе уже пришло и Федькино. По словам первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, Ульяновская область активно принимает участие в программе социальной газификации, потенциал которой более 9 тысяч домовладений. Программа большая, но для того, чтобы в ней принять участие, нужно всего три документа. Это паспорт, это СНИЛС и это свидетельство о собственности на Дома. Вы становитесь участником большой масштабной программы социальной газификации нашей страны, объявленной президентом. Очень важный момент, что по его решению, по решению Владимира Владимировича, программа объявлена бессрочно. С зажжением символического факела и громкими аплодисментами встретили жители эстафету газа, которая пришла и в село Федькино. К слову сказать, в селе уже заключено около 90 договоров на газификацию, 82 из которых исполнены. Сети построены до границ земельных участков заявителей, а 64 дома уже подключены к системе газоснабжения. Всего в Федькино проживает около 140 местных жителей. В числе первых природный газ пришел в домовладение семьи Лаврушкиных. Согласно заключенного договора с Лаврушкиным Юрием Алексеевичем, произведены все мероприятия по подключению данного домовладения газовым сетям. Поэтому просим вашего разрешения подать газ. Пожалуйста. Давайте только хозяева. Хозяева дома пригласили гостей на чашечку чая. Хозяин дома с гордостью показал гостям котельную, где за годы собрана целая коллекция котлов, наглядно демонстрирующая эволюцию отопительной системы. Конечный пункт – это новенький напольный газовый котел. Раньше мы топили этим котлом. Он дровяной, угольный. Потом мы поставили электрический котел, стали электричеством топить. Теперь будем топиться газом. Газовый котел поставили. Цивилизация наконец пришла и к нам. Теперь будем с газом жить. Теперь газ позволит пенсионерам сэкономить на энергоресурсах и без труда поддерживать в доме комфортную температуру. Перед отъездом из села Сергей Густав и Алексей Русских подвели итог встречи. На сегодняшний день уровень газификации приближается уже к 80%. Задача, конечно, довольно-таки большая, но вполне выполнимая. Я думаю, что в ближайшие годы мы эту задачу решим. А самое главное, Алексеевич, очень было приятно видеть лица жителей поселка, которые искренне радуются тому, что газ пришел в дом и другое качество жизни. Хотя зимой с газом они еще не жили, но предвкушают, как будет хорошо. Когда не нужно бегать за дровами и топить утром и вечером. Потому что в Ульяновской области тоже бывает холодно. Зимой-то бывает холодно? Бывает и больше, чем минус 30. И редко, но бывает. Дай Бог, чтобы как можно больше жителей в Ульяновской области начали пользоваться газом. Спасибо, Алексеевич. Спасибо вам. Напомним, пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Ульяновской области к настоящему времени актуализирована и расширена. Теперь она предполагает создание условий для подачи газа 13 тысячам домовладениям и 43 котельным в разных муниципальных районах региона. В общей сложности доступ к сетевому топливу по итогам реализации программы получат жители свыше 100 населенных пунктов региона.